Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Геометрия 10 и 11 класса. Танасен. Задание 243. Основанием пирамиды D ABC пирамида является треугольник ABC, у которого AB равно AC равно 13 см, BC 10 см, а ребро AD перпендикулярно плоскости основания, основание это ABC, значит AD перпендикулярно ABC и равно 9 см. AD равно 9 см. Найти площадь боковой поверхности пирамиды. Изобразим эту треугольную пирамиду так, чтобы ее ребро AD было перпендикулярно плоскости основания ABC. И теперь найдем площадь ее боковой поверхности. Боковая поверхность это сумма трех боковых граней этой пирамиды. Вот мы займемся тем, что найдем площади этих граней. Начнем с рассмотрения треугольников ADC и ADB. Оба эти треугольника прямоугольные, причем, поскольку AB равно AC по условию, AD у них общее, значит, по двум катетам эти прямоугольные треугольники равны, а из-за этого следует, что площадь DAC равна площади DAB. Воспользуемся одним из треугольников для того, чтобы найти сторону DC. Кстати, напишем, что DB равно DC. Это тоже следует из равенства этих треугольников. Вот мы из треугольника DAC или ADC. DAC из этого прямоугольного треугольника вычислим DC. DC – это его гипотенуза. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Тогда DC будет равно корню квадратному из суммы AC квадрат плюс AD в квадрате. Это будет равно AC. Это 13169AD. Это 981. Получаем корень из 250. Ну, это у нас результат промежуточный. Мы не будем преобразовывать то, что мы получили. Корень из 250. Ну и вычислим же эту площадь. С, D, AC. С, D, AC будет равна половине произведения катетов AD и AC. С, это будет равно 1 вторая, AD – это 9, AC – это 13, умножим. Получим 117 вторых. Делить не будем, потому что это результат у нас промежуточный, квадратных сантиметров. А здесь – сантиметров. Второе. Теперь нам нужно найти площадь треугольника С, D, B. Давайте проведем АМ в плоскости АВС перпендикулярно ВС. Проведем АМ и соединим точку D и М. И рассмотрим, что у нас получилось. Поскольку мы провели АМ перпендикулярно ВС, ну вот так запишем, ВС перпендикулярно АМ, но АМ – это же проекция наклонной ДМ на плоскость АВС, тогда по теореме у трех перпендикуляров, если ВС перпендикулярно АМ, то ВС перпендикулярно и ДМ тоже. Таким образом, ДМ – это высота треугольника D, B, C, проведенная к стороне ВС. Тогда, если мы узнаем эту высоту ДМ, ВС у нас известна, мы сможем определить площадь треугольника. Как нам определить ДМ? ДС у нас есть. Поскольку треугольник D, B, C равнобедренный, равнобедренный, мы уже показали, что ДБ равно ДС. Следовательно, тогда ВМ равно МС. Собственно, это следовало даже из того, что равнобедренный треугольник АВС, ВМ равно МС. Но тогда ВМ равно МС равно половине ВС и равно, ВС это 10, равно 5 сантиметрам. Тогда из прямоугольного треугольника ДМС. Давайте запишем, что он прямоугольный. ДМ – это и высота, и медиана. Треугольник прямоугольный. В нем из комы вот это нам нужно ДМ определить. ДМ является катетом. Следовательно, квадрат катета равен разности квадратов гипотенузы и второго катета. Тогда ДМ будет равно корню квадратному из ДС в квадрате минус МС в квадрате. А это будет равно… ДС у нас определено, это корень из 250. Вот 250 мы запишем. МС – это 5, 25. Получаем корень из 225, а это 15 сантиметров. Итак, мы определили высоту треугольника ДАВС. Значит, мы можем определить его площадь. Тогда давайте третье. Сразу вот мы и напишем. Площадь боковой поверхности пирамиды будет равна 2 умножить на площадь ДАС. Мы показали, что ДАС и ДАВ равны. И плюс площадь треугольника ДБЦ. Тогда это будет равно 2 умножить на ДАС. Это 117 делить на 2. И плюс 1 вторая. Это ДБЦ. Произведение БЦ – это 10. На высоту ДМ – это 15. Получаем 117 плюс 75. И это будет равно 192. Давайте еще раз проверим. Да, все верно, 192 квадратных сантиметра. Вот это наш ответ. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Они проекты и здание frameания.